Дай меня, дорогая, кричай меня, как меняя, Заря моя, вечерняя, любовь неудобная. Заря моя, вечерняя, любовь неудобная. Заря моя, вечерняя, любовь неудобная. Не продукты, как этот модернение. Он есть, что передать, что повернуть, слушайте. Одно огорчает. Уже несколько лет радио России мы в Белоруссии слушаем, как когда-то вражеские голоса сплошь шум и треск. И с глубины прошедших лет вы доносите до нас голоса певцов, стихи песен, чудные мелодии. Они вызывают ответные чувства. Мы вспоминаем родных, друзей, события, любовь. Моя мама, прожившая очень нелегкую жизнь, арест мужа через год после свадьбы в 37-м, затем война и потеря мужа, жизнь в оккупации. Мама любила взять гитару и спеть. Я часто слышал такие слова. «В лесу над рекой жила фея, в реке она часто купалась». По-моему, это ранний романтический уроки, а вот музыка. Были ли такой романс, и кто его исполнял? Далее, Анатолий Иванович, был такой романс на стихи выправы Горького. Музыку к нему написал Александр Вертинский. Он же и исполнял этот романс. В связи с этими стихами в книге Алексея Николаевича «Дорога и длинную» я нашел такие строки. В 1910-1912 годы Москва. В нашем мире богема каждый что-то дает в себе, какие-то надежды, чисто любил замыслы, невыполнимые желания. Каждый был резок в своих суждениях, щеголял надуманной оригинальностью взглядов и непримиренностью критических оценок. Все мечтали обратить на себя внимание любой ценой, дулись и пыжились, как лягушки из крылатской басни. А надо всем этим гулял хмельной ветер поэзии Блока, отравивший не одно сердце мечтами, а прекрасные дамы и знакомки. И горький, будь-то нам угрожая, писал, а вы на земле проживете, как черви слепые живут. Ни сказок про вас не расскажет, ни песен про вас не спалет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok